Привет, ребята! Сегодня будет такое разговорное видео, я буду с вами просто говорить о теме, которую мне задали ВКонтакте очень давно, и я очень давно обещала, что я сниму видео на эту тему, но всё не получалось, всё, я боялась затягивать эту тему, и сегодня я взываю всю свою силу и весь мой кураж. Надеюсь, что есть такое слово на русском, если нет, то это новое слово, это значит взять свою смелость. Мы будем говорить о том, как построить или сохранить гармоничные отношения. К моему мнению, я думаю, что вы со мной согласитесь, отношения должны быть основаны на понимании, уважении и честности. Если в ваших отношениях нет этих трёх вещей, и если ваши отношения приносят вам боль, и ваш молодой человек или ваша девушка вас обижает, унижает, и кроме боли вам ничего не приносит, и даже если она приносит вам что-нибудь, но к тому же и боль, я не знаю, что она может вам приносить, но поверьте мне, в мои 25 лет я уже много чего видела на глазах. Если это так, перед тем, как вы продолжите смотреть это видео, возьмите, пожалуйста, мусорный кулёк. Откройте его. И для демонстрации я принесла тут Аленку. И выкиньте эти отношения в мусор. Теперь мы можем продолжить. Браво! Вы новый счастливый человек. Вы должны любить себя. Если вы себя любите, вы не дадите никому вас обидеть. И теперь мы можем поговорить на нашу тему. На иврите есть такая фраза, что говорит, не делай своему другу то, что ты не любишь, что бы делали тебе. Это мое мотто на всю жизнь, потому что я могу ощутить на своей коже, как больно было бы мне это, как больно было бы это мне, если бы мне это сделали. Ну, это, конечно же, банальные факты, но я была обязана это сказать. И теперь я расскажу вам свою теорию. Мне 25 лет. У меня было несколько отношений в жизни, но это никогда не работало, потому что мы не совпадали. Мы как будто бы были две разных частички лего или пазлы. Или я был пазл, а он был лего. И мы никогда не совпадали. Я читала много книг при этом. Не знаю, эти девочки любят читать такую литературу дурацкую. Почему мужчины любят стерв, допустим? Я читала это в 17 лет. Но в то время у меня был уже парень. В конце концов, мы были вместе уже три года, и я не могла вдруг стать стервой, потому что я никогда не была с ним стервой. Но даже, что я не была стервой, он меня любил. Три года мы были вместе. Если бы это зависело бы от меня, то мы бы еще и поженились. Но я выросла, закончила армию, он продолжил в боевых войсках. Я была всего лишь подростком. И мы расстались. Но это не важно. Дело в том, что не надо быть стервой, чтобы тебя полюбил мужчина. И не надо мерзко к нему относиться. И не надо вообще выделываться и делать из себя что-то, что ты нет. Наоборот. Человек влюбится в тебя только если ты будешь такой же, как ты и должна быть. Натуральной, без всяких маск и без ничего. Дальше я прочитала еще одну книгу. Это книга израильской писательницы. Я зовут Шарон Рубинштейн. Она написала книгу, очень хорошую книгу, я думаю. Но я вам сейчас скажу, что я не думаю. Она написала наоборот, что ты не должна быть стервой, ты должна быть принцессой. И я так влюбилась в эту идею, что я даже сама стала принцессой. И, ну, я вам уже рассказывала про это в видео, которое называется «Как понравиться парню». Я поставлю линк сюда на экране и внизу, и вы можете нажать и посмотреть это. И я там говорю всякие идеи, которые я прочитала в этой книжке и основала на себе. И это было мне хорошо, это сделало мне хорошей жизнью, потому что я начала любить себя больше, чем я любила себя когда-нибудь. И вот у меня тут есть татуировка. Это тиара. Тиара — это корона принцессы. Любить себя, любить окружение, любить женщин, другие. Эта книга хорошо написана, и там интересные факты. И это не то, что ты должна сейчас надеть маску. Ты должна просто понять несколько вещей из жизни и жить по ним. Что я поняла из двух этих книг, что я прочитала? Что чтобы у тебя были хорошие отношения, тебе не нужны никакие книги. Ты должна быть ты. И ты должна делать то, что тебе нравится. Если твой парень тебя обидел или сделал что-то, что тебе не нравится, то сразу же скажи ему. Если ты не скажешь ему это сразу, то пройдет неделя, две недели, может быть, он сделает еще что-нибудь, что тебе не нравится. А может быть, то же самое вернется на себя. И ты взорвешься, и все, ему больше ничего не поможет. Даже не израильский железный купол. По моему мнению, из моего опыта, надо сразу все говорить. И если вы скажете что-то, что вашему парню не понравится, и он скажет вам, что ты говоришь, моя милая, или что-то такое, и он не сделает все, чтобы успокоить тебя, и чтобы ты снова стала счастливая, то ты должна его просто выкинуть из своей жизни. Я вам расскажу, что это о Тель-Авиве. В Тель-Авиве я научилась, что мужчине нельзя верить никогда. И мама еще мне всю жизнь говорила, мужчине нельзя верить, и если он красивый, то он вообще тебе только проблем сделает. В общем, выбери себе мужика, который похож на... который немножко красивее обезьянки. Но это не важно, красивый, некрасивый. В Тель-Авиве даже если мужчина обезьяна, нельзя на него... Нельзя ему верить. Нельзя, нельзя, нельзя. Может быть, потом он тебе докажет, что ты можешь на него верить, но перед этим тебе нельзя на него верить. И поэтому я хрупленькая женщина, обвернутая большим слоем, который должен меня охранять. Я ждала от каждого своего парня, который у меня был когда-нибудь, чтобы он сломал этот большой слой, который меня охраняет, и чтобы он обвернул меня ватой. У меня есть четкие критерии и четкие претензии. И если этот мужчина не стоит в этих критериях, то он не будет в моей жизни. И Баррель, мой молодой человек, он сломал у меня этот слой. Он так хотел мне доказать, что он другой, что он верный, что он любит меня больше, чем весь этот мир. И он просто стоял с молотком, и стучал, стучал, стучал по этому слою. И этот слой разрушился. И теперь у меня самая большая любовь в мире. Теперь я знаю, что все эти парни, они там были, чтобы уйти. Потому что они мне не подходили. Я не могла бы быть счастливой с этими парнями. Стой на своем. Если тебе что-то мешает, то скажи ему. Потому что если ты ему это не скажешь, то это будет тебе и дальше мешать. И кроме этого, ты не будешь счастливой, если тебе что-то будет мешать. Есть столько много парней в этом мире. Зачем тебе надо идти на компромисс? Ты можешь найти своего принца на белом коне, если ты только будешь стоять на своем. И даже если из-за этого убегут от тебя несколько принцев, то будь уверена, они не принцы, они лягушки. И им надо убегать от тебя. Если я смотрю в заднюю свою жизнь, то я думаю, что это настоящая моя теория. И вернемся к нашей теме. Я думаю, что чтобы была гармония, то вы должны подходить друг к другу. То есть у вас должны быть одни и те же планы, одни и те же точки зрения на мир, но не совсем одни и те же точки зрения, но вы должны быть по одной дорожке. Потому что если он смотрит туда, а ты смотришь туда, то вы никогда не встретитесь. И допустим у меня в отношениях мы много ссоримся. Это не то, что мы не ссоримся. Ну, мы не ссоримся. Никогда не было, чтобы мы были в ссоре больше, чем полчаса. Но иногда мы спорим. И всегда кто-то хочет другого утешить. Потому что если он злится на то, что я сказала, то хочу его утешить. Если я злюсь на то, что он сказал, то он хочет меня утешить. И так мы приходим к какой-нибудь точке, и мы ложимся спать, когда мы счастливые, и любимые, и обнимаем друг друга, и не злимся на друг друга. И он не всегда говорит, что он от меня учится многому. Поэтому если у него была другая точка зрения, и я ему что-то доказала, то его точка зрения изменяется. И это нормально. Потому что мы разные люди. Мы не должны быть близнецы, чтобы быть вместе. Гармония будет только, когда вы будете любить друг друга. Если у вас есть любовь, то у вас будет гармония. Потому что если вы любите друг друга, наверное, есть для этого причина. И если один любит другого, а другой не так уж любит другого, то тут не будет никакой гармонии. Вы не должны пытаться строить тут гармонии, а вы должны уйти от этого человека и найти себе настоящую любовь. Так что я не думаю, что это так трудно сделать гармонию. Я думаю, что это трудно найти гармонию в жизни. Только год назад я была уверена, что я никогда не найду любви в своей жизни. Но все изменилось, потому что я никогда не хотела пойти на компромисс. Я всегда говорила своим подружкам, что я не хочу никаких отношений, если это не настоящая любовь от всего сердца. Если эти отношения не делают меня счастливой, то я не хочу быть в отношениях. И мне не важно, если мне будет 45 лет, я буду жить в однокомнатной квартире в Тель-Авиве, за которую я буду платить кучу денег, потому что в Тель-Авиве недвижимость очень-очень-очень дорогая. И у меня будет 15 картёнков, и всё, что я буду делать в жизни, это кормить их. Мне это не важно, потому что я могу жить одна. И я могу делать то, что я люблю. И заниматься своими хобби, и строить свою карьеру, и быть счастливой. Это сама собой. Вы знаете, сколько раз я ходила одна в ресторан, и мне было так счастливо, потому что я любила себя, и я любила жизнь, и я так себя любила, что я не хотела никому прийти в мою жизнь и испортить её. Я даже боялась, что кто-то придёт ко мне в жизнь и испортит мою гармонию внутреннюю. Но потом пришёл Баррель и показал мне, что даже в 21 веку можно любить друг друга так же, как любили себя мои бабушка и дедушка. Я знаю, что я закрыла всю эту тему. Если нет, то я буду рада продолжить говорить о ней. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то претензии, замечания, отметки, напишите мне это внизу. Поставьте мне палец вверх, если вы согласны, с чем я говорю. Если вы не согласны, то не ставьте мне палец вниз. И подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И вот внизу есть видео про как понравиться парню, которое я сделала давным-давно. Вообще, идите смотреть. Хочу вам пожелать огромной любви в этой жизни. И главное, любите себя. А потом придёт ваша любовь. Пока!